Юнармия была создана по инициативе министра обороны Сергея Шойгу. Она объединяет все организации, участвующие в допризывной подготовке детей и молодежи. Идею поддержали юные патриоты из 85 регионов. Вот так проходят занятия юнормейцев в нашем районе. Условия максимально приближены к боевым. Атаку! Вперед! На территории Центрального парка города Видно мы проводим сегодня плановое мероприятие с юнормейцами. Для этого организовано было три специальные точки, на которых одна из них – это тактика специальной подготовки, планение оружием, движение с этим оружием и движение как боевых тройках, так и в полном отделении. Вторая точка – это практическая игра «Лазер-так», где ребята на практике применяют обретенные навыки. Это разновидность пейнтбола. Только вместо пули не шарики с краской, а электронные импульсы. Возвращаюсь в бою. Возвращаюсь на базу. Из оружия нужно уметь не только стрелять. Его необходимо еще грамотно обслуживать. Это мучат в павильоне десантник. Это и есть третья точка. В тыльной части гильзы, находит зритель, ярко окрашен. Кашель представляет из себя стакан из мягкого металла, внутри которого нанесен свой взрывчатого вещества. Создание отделения юнормии в Ленинском районе произошло не на пустом месте. Уже много лет на Виновской земле работают военно-патриотические клубы и организации, такие как «Застава», «Ратник» и другие. Руководитель «Ратника» Михаил Каноненко и был назначен начальником штаба Ленинского района. Вместе со своими воспитанниками он проводит работу по подготовке к защите Отечества. Программа очень интересная, демократичная. То есть никто никому не мешает. Человеку есть возможность самореализоваться. Ну, вы видите форму. Люди экипированы, продуманы вплоть до рюкзака, в котором есть даже штекер для наушников и так далее. То есть продумано здорово. В ряды юнормейцев принимают всех заинтересованных ребят, начиная с 8-летнего возраста. Занять место в строю могут как мальчишки, так и девчонки. Валентина Плюскова постигает военное искусство уже 5 лет. В дальнейшем хочет стать офицером ФСБ. Все говорят, что девушки не могут пойти, девушки очень слабый пол. А я хочу доказать обратное. Я хочу, наоборот, доказать, что девушки способны на многое. Так же, как и мужчины. Занятие в таких организациях, как это, может оказаться хорошим стартом для дальнейшего профессионального развития ребят. Ведь за их успехами наблюдает министр обороны нашей страны. А сама страна с такими защитниками может, как говорится, спать спокойно. Илья Кремнев, Владимир Бижонов, Видное ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok